Весной искали маски, сейчас ищем таблетки. Нехватка лекарств в аптеках сильно пошатнула дух забайкальцев. Оставшись без спасительных лекарств, люди в поисках объезжают весь город, чтобы найти хотя бы парацетамол, не говоря уже о сильных противовирусных препаратах. Безусловно, на проблему обратили внимание и первые лица края, когда решили устроить проверку поликлиник и аптек. Люди не могут нормально пройти капунтерную томографию. Скорые приезжают в течение двух суток и более. Лекарств в аптеках не хватает. Все это явно видно. Как видно и то, что пир во время чумы никто не отменял. Только в нашем случае чума – это дефицит лекарств, а пир – это проверки аптечных сетей на наличие минимального перечня лекарственных препаратов. Фармакология очень тесно связана с медициной и Министерством здравоохранения. Но вместо помощи или какого-то объединения против борьбы с высокой заболеваемостью, правительство решает наказывать нерадивых аптекарей за невозможность закупить необходимые лекарства. Все всегда мне задают один и тот же вопрос. Почему нельзя закупить сразу и много? Для того, чтобы хватило на месяц, на два, на три. Сразу и много, к сожалению, нигде в России сейчас купить нельзя. Эта задача поставлена перед Росздравнадзором. Выборочные аптеки будут проверены. Как только мы выявляем данные факты, во-первых, должен подключиться ФАС, антимонопольная служба. Но в данном случае необходимо будет проследить цепочку от начала изготовления, поставщик, дистрибьютор и аптечная сеть. Не превышают ли они тот необходимый процент наценки, который им допустим. Аптечные сети о наценке даже и не думают. Сейчас наиболее важная задача – это спасти себя от наказания и найти поставщика, который смог бы обеспечить хотя бы самым минимальным перечнем лекарственных препаратов. Всю серьезность проблемы подтверждают и эксперты в фармакологии, которые не понаслышке знают об этой страшной проблеме. На самом деле наблюдается дефицит некоторых позиций. Этот дефицит сложился не только у нас на Дальнем Востоке, этот дефицит сложился и на территории других округов и регионов. Это знаю я не понаслышке, потому что у нас есть альянс региональных ассоциаций, и мы общаемся и информацию измерим о том, как у кого обстоят на сегодняшний день дела с поставками лекарственных препаратов. К сожалению, сложно сейчас удовлетворить весь тот спрос, который возрос. Все это говорит о явной неготовности ко второй волне пандемии коронавируса, хотя эксперты прогнозировали тяжелую осень в плане высокой заболеваемости населения. Неужели у регионального правительства не было времени заранее подготовиться ко второму удару COVID-19? И когда ситуация стала уже критической, тут же были найдены крайние. Сама ситуация повышенного спроса, она безусловно усугубляется тем, что у нас в июле была введена обязательная промышленная маркировка лекарственных препаратов, которая внесла определенные сложности, которые в определенный момент привели к лекарственному коллапсу. Сбои в работе системы, честный знак, нарушенная логистика, отправка необходимых препаратов на Запад. Все это накладывает чудовищный отпечаток на весь Дальний Восток. Люди просят помощи у фармацевтов, ищут аналоги необходимых лекарств в интернете. А Минздрав в это время не торопится помогать аптечным сетям стабилизировать ситуацию. Конечно, проще назначить проверку и оштрафовать. Аптека не может напрямую у производителя заказывать лекарственные препараты. Поэтому вчера было отправлено от нашей ассоциации в Генеральную прокуратуру обращение с тем, чтобы снизить чрезмерный контроль за аптеками в той части, которую они не в состоянии сейчас выполнить. Выбирая между кнутом и пряником, власть в очередной раз решает выбрать кнут, который, несмотря на свой угрожающий вид, ну никак не поможет исправить ситуацию. Сейчас фармацевтическая ассоциация пытается добиться временного моратория на маркировку лекарственных препаратов и уже направила обращение в вице-премьеру России с просьбой упразднения минимального перечня необходимых лекарств. Виктор Соловьев, ЗАПТВ